Салам алейкум! Когда не сможете ходить и нужна будет коляска, опять вспомните, что коляску изобрел армянин Эмми Кавагян, так что не пользуйтесь ею. Когда вам нужна будет кислородная маска, опять помните, что ее изобрел армянин Артур Булбулян. Когда вам нужно будет обследоваться и вам назначат обследование МРТ, помните, что это изобрел армянин Рэймон Дамадьян. Когда ваши муганы играете на аккордеоне, помните, что этот инструмент изобрел армянин Кирилл Демьян. Когда каждый день ваши грязные деньги снимаете с банкомата, знайте, что банкомат изобрел армянин. Не снимайте больше деньги. Когда в один день решите завоевать Марс и Луну, по-вашему, вы это уже сделали. Вспомните, что луноход изобрел армянин Александр Кемурджиан. Когда вдруг захотите мороженого, знайте, что вафельный рожок для мороженого изобрел армянин. Не ешьте. Когда захотите высушить ваши волосы, опять вспомните, что фен изобрел армянин. Выбросьте ваши фены. Габриэл Казарян. Когда садитесь в машину, помните, что автоматическую коробку передач создал армянин. От Сатур Сарафян. Когда вы строите новые здания, чтобы они обрушились на ваши головы, помните, что бетономешалку создал армянин. Степан Степанян. Когда вы тратите ваши грязные деньги, знайте, что цветовое решение доллара, созданное армянином. Христофор Терси Рубян. Когда у вас не будет света, вам нужно будет керосиновая лампа, помните, что это изобрел армянин. Игнатий Люкасевич. Когда вы употребляете краны в умывальниках, помните, что это изобрел армянин. Больше не прикасайтесь к ним. Алекс Манукян. Этот список могу продолжить. Мы победили вас давно. Помните, кто вы. Кока-кола имеет более древнюю историю, чем вы. А теперь назовите хоть одного изобретателя азербайджанца, я вам поаплодирую стоя. Хорошо? Хорошо. Зомбированная шваль. Открой уши и слушай. Азербайджанец Людфали Аскерзаде. Американский математик и логик. Автор термина «нечеткая логика» и один из основателей теории «нечетких множеств». Профессор Калифорнийского университета Беркли. Крупный и ведущий советский физик. Выдающийся организатор науки, создатель научной школы, президент Академии наук Азербайджанской ССР, академик Академии наук СССР, член-корреспондент Академии наук СССР, также член-корреспондент РАН Российской Федерации. Доктор физико-математических наук, профессор Гасан Мамедбагир Аглы Абдулаев. Аллахвердиев Аладдин Мамедович. Советский, российский и азербайджанский ученый в области разработки математических моделей и методов исследования волновых и колебательных процессов для создания пьезоэлектрических приборов и изделий, применяемых в исследовании мирового океана и космоса, в морской сейсморазведке, электронной, оборонной и медицинской промышленности. Профессор. Статьи академика Гатама Гулиева и член-корреспондента Нана Рашида Дживаншира опубликовываются в авторитетном журнале Yars and Space Science Американского Геофизического Союза. Митат Теймур Аглы Аббасов, советский ученый, академик Академии наук СССР, член-корреспондент Академии наук СССР, доктор технических наук, профессор. Эльдар Мирсамедович Мавсумзаде. Советский и российский ученый, специалист в области общей химии, нефтехимии и истории нефтегазового дела, педагог. Доктор химических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии образования. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Сиит Ехия Джалалидин Бакуви, средневековый азербайджанский тюркский ученый, мыслитель, философ-богослов, астролог. Могила находится рядом с дворцом Шерваншахов в Баку. В это время твои предки Айкануш жили в Индии и Сирии и еще не знали, что когда-то Ириванское ханство будет называться Арменией. Фарман Курбан Аглы Салманов, советский и российский геолог-нефтяник. Один из первооткрывателей сибирской нефти. Первый заместитель министра геологии СССР, доктор геолова минералогических наук, герой социалистического труда, заслуженный геолог РСФСР, член-корреспондент Российской Академии наук. Керим Керимов, космический генерал. В 1965 году ЦК КПСС и Совет министров СССР назначили Керима Керимова председателем Государственной комиссии по пилотируемым полетам космических кораблей. В обязанности Керимова входило рассмотрение и утверждение по предъявлении технического руководителя, то есть Сергея Королева, программы полетов ракетно-космических комплексов, а также научных и прикладных исследований в космосе в интересах науки и народного хозяйства. Председатель также анализировал результаты заводских и стендовых испытаний материальной части ракет-носителей, кораблей и космических станций В 1966 году, после смерти Королева, Керимов стал ведущим ученым Советской космической программы и был в ответе за запуск первых космических станций с 1971 по 1991 годы, включая серии «Союз и мир» и их предшественников из 60-х, «Космос-186» и «Космос-188». Именно Кериму Керимову, как утверждает Екатерина Белоглазова, автор книги «Совершенно секретный генерал», космонавты докладывали о выполнении того или иного задания. Профессор и руководитель Департамента математики факультета экономических наук, заведующий Международным центром анализа и выбора решений, заведующий лабораторией теории выбора и анализа решений имени Азермана и Института проблем управления имени Трапезникова. Фуат Тагиевич Алискеров, российский математик, экономист, специалист в области теории принятия решений, теории игр, включая математическое моделирование политических процессов и теории управления, доктор технических наук, профессор, заслуженный профессор Национального исследовательского университета, высшая школа экономики, почетный работник науки и техники Российской Федерации, член Европейской Академии. Я могу продолжать этот список очень долго и нудно, а также опровергнуть все твои лживые доводы про создание армянами цветного телевидения и прочей ерунды, которую вы день от дня повторяете, как попугаи. Когда вы включаете свой телевизор, помните, что цветной телевизор изобрел именно армянин. Выключите его и никогда больше не смотрите. Когда не сможете ходить и вдруг нужна будет коляска, вспомните, что коляску изобрел именно армянин. Не пользуйтесь ею. Когда вам нужно будет обследоваться и вам назначат обследование МРТ, помните, что и это изобрел армянин. Не обследуйтесь. А вы уничтожаете такую цивилизованную нацию? Почему какой-то кочевник, лишенный чести, совести, стыда, который не внес ничего в эту мировую историю, должен уничтожать мой древний цивилизованный разумный народ, который этому миру принес столько пользы? Армянин, который научил Лас-Вегас жить красиво, который внес огромный вклад в экономику Америки, в культуру всех стран. Одни ученые, одни врачи, одни изобретатели, одни писатели, историки, просто интеллектуалы всего мира – это армяне. Так почему ваше кочевое племя, которое этому миру ничего не дали, кроме убийства, кроме резни, кроме отрезания голов и фанатизма, почему такое племя должно убивать таких гениальных людей? Каждый человек, который погиб в Карабахе – это будущий режиссер, писатель, ученый, врач и прочее. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Alto s decision with only Ginsburg